Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня у нас... Летим! Загул. Загул Чанел. Лучшее на Ютюбе. Ну что, Серёж, давай показывай, что там. Вот такой прекрасный бокс. Большой, тяжёлый, нам пришёл. Так, что внутри? Он очень красивый. Здесь у нас встречает... Вот, вот так. Здесь у нас встречает сразу 10 ароматов, которые есть в первом дропе. Посмотрим, что внутри, давай вместе. Давайте, разом. Здесь ещё есть браслет, я его сразу украл оттуда. В первый же день начал носить, пока мы не решили снимать это видео. Так, давайте по очереди посмотрим. Это чехол на паспорт. Всё просто, красиво. Летом можно на загора паспорт вешать. Загора. Дальше. У нас здесь внутри красивые открытки. То есть, можно отправить своему другу, подписать. Шопер. Ой, шопер-то красивый, я и забыл про него. Да, он относительно других квадратный. И вот такая прекрасная, красивый стакан. Это птики. Ещё десяточек вкусов. Может, кто-то получит их в розыгрыше. Подписывайся на телеграм-канал в описании. Давай сейчас выделим... Топовые и не топовые. Да. Или средние. Надеюсь, меня хорошо слышно в этом выпуске. Поставьте лайк, если да. Начнём. Летим у нас производится это Darkside и Chebacca. Получается, сырьё у нас Chebacca. То же самое, что Chebacca Medium. Да. А Chebacca топ. Поэтому летим по сырью топ. Тут идут просто другие вкусы. От флайваристов... От совместных флайваристов Darkside и Chebacca создали данные 10 ароматов. Первый аромат летим с хвойной малиной. Для меня это топ из всего дропа. И малина чувствуется, и хвоя. Хвоя не такая, как у ДС. Такая, как у кого-то другого. Так, следующий аромат. С цитрусовым фрешем. Это охуенный. Цитрус. Без приторности, без химозности. Просто хороший цитрус. Цитрусовый микс. Там больше, наверное, апельсинки, вот эта вот сладость. То есть и в соло можно, и в миксах он не теряется. И, по мнению большинства людей, я проводил очень много мастер-классов. Людям этот аромат нравится один из всех. С фруктовыми леденцами. Неоднозначенный, на самом деле, аромат. Кому-то нравится, кому-то не нравится. По моему личному мнению, очень даже ничего. А на твой вкус? На самом деле, мне тоже... Мне такие вкусы не нравятся. Но вкус хороший, потому что, когда я прокуривал один из кого-либо, я почувствовал, разобрал сразу, какие там у нас есть составляющие конфетки. Барбарис, лимон, груша. Ну и следует, например, леденец. Это практически все чувствуется. Так что я тоже думаю, что его можно отнести в топ. Хорошо. Давай, давай. Большинству он нравится, значит, давай так. Дальше у нас летим с ягодным лимонадом. Аромат неплохой, но там достаточно много базилика. Я скажу от себя. У меня это номер один среди всех ароматов. Но, опять же, здесь не указано, что есть базилик. Он достаточно яркий. Напоминает прям вот лимонад базиличный с какими-то ягодами. Как будто ты где-то его заказал. Так что я бы отказал, ой, отказал, отказал мне. Я бы его внес в топ. Ну, смотри. Давай 50-50. Да, типа во вкусе нет базилика. Как аромат он топ, но отношение к названию, как заявленному, ну, вот пролетает. С лесными ягодами. Так как и все хорошие лесные ягоды, я считаю, хороший вкус. Кому нравятся лесные ягоды, точно понравится. Кому не нравится, ну, берите что-то другое. Топ. Топ, окей. Следующий аромат. С кокосовым печеньем. Большинству, опять же, на регустацию он очень сильно понравился. Лично по мне, не особо любитель десертки, но попадание, что это и кокос, и печенье, все прям 100%. Твое мнение? Ну, нормально. То есть, попадание есть, мне эти вкусы вот такие вот не нравятся. Куда мы его отнесем? Ну, я думаю, в хороший вкус. Если у тебя есть больше отзывов о нем, что он топ. Он топ. Тогда мы кидаем его в топ. Летим с черничным муссом. Неплохой аромат, я хер знаю, что полмус, что-то десертное. Чернику я люблю химозную, тут просто такая хорошая черника, как в любом кальяне. Совпадение с названием есть. Я бы не отнес это в топ. Да, согласен. Но в хороший вкус можно отнести. Да, да, просто в хороший вкус. Один из самых неоднозначных ароматов это чизкейк из смородины. На него делали ставки много людей, что он какой-то будет прям вау-вау-вау-вау. Это похоже на чизкейк. Там есть смородина, но я бы не сказал, что это прям... Какой-то чизкейк и яркая смородина. Да, да, то есть аромат неплох, покурить можно, но такой он, 50-50. Ну, я предлагаю в нормальный аромат. Да, в нормальный аромат покурить можно. Летим с тропическими фруктами. Аромат неплохой, и фрукты есть, и что там у нас входит. Ну, я же курил его, но манго тут нормальный, потому что травянистости тут нет. Но мне показалось неярко. По мне, этот аромат один из топовых, но большинству на дегустацию он не так сильно понравился. Вот, люди, если вы пробовали это на дегустациях, курите дома, не слушайте никого, даже нас. Если это для нас топ, для вас, может быть, нет, то взяли с черничным муссом, с чизкейком, с мородиной, и покурили дома, и уже составили свое решение. Короче, мы относим, я думаю, хороший вкус. Да, просто хороший вкус. И последний аромат у нас – это суфле из папайи. Ну, что сказать. Папайя, выпечка, действительно, да. Но есть папайи, которые более... Как это? Суфле – это выпечка? Суфле – это выпечка. Значит, выпечка. Суфле – папайя? Да. Это лучшее, что есть вообще в области. Это прям лучшее, что есть. Короче, вспомните, как вы в детстве брали растишку, бросали в морозилку, доставали и облизывали. Вот это этот вкус. Хорошо, хорошо. Отнесем его в нормальный. Кому-то очень нравится, для нас просто следовательно идет хороший вкус. Просто хочется сказать, что здесь нет отстойных ароматов. На удивление. Даже абстрагируешь, что мы работаем в этой компании. Да, и абстрагируемся от того, что я люблю... Ну, как, я хорошо очень отношусь к чебаке. Я на ней очень долго работал и курил. Блин, да, неплохо. То есть, может, что-то нам не нравится по вкусу, но попадание во вкус есть однозначно. Поэтому хейтить, что это не чебак, это говно. Летите нахуй. Ребят, каждому потребителю найдется свой продукт, или каждый продукт найдет своего потребителя. Если вам не нравится, проходите лесом. Мы рассказываем тем, кому нравится, кому не нравится просто. Да, все верно. Так что однозначно этот продукт нужно пробовать. Друзья, мы оставим ссылочку на телеграм-канал. Там в ближайшее время после выпуска, в течение недельки, мы запустим простой розыгрыш. Просто нажать на участвовать, либо лайк. И все очень просто отправляем по всей территории России. За границу отправляем по договоренности. Все, всем спасибо за просмотр и всем пока. А, вот так будем делать. Да, да. Я интересно там снимал вообще. Вот это хороший вопрос, да? Да, все снимал.